МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новины при Ньомене на телеканале Беларусь 4 Гродно. У студии Вольга Пеляншук. Вітаю вас. И глядите сегодня у выпуску. У республиканским проекте по вывучению коллективного иммунитета с упрость коронавируса смогут поудельничать жахари при Ньомене. Господарки в области у кроку от завершения весеннеполевых работ, а некоторые СВК Гродинского района уже приступили до нарыхтовки зеленых кормов. Гродинский лицей-будовников номер один-один на Украине рыхтуя монтажников технологичных обсталеваний и связанных с ним конструкций. Весеннеполевые работы у Гродинским районе омаль завершены. Сгодно агротехничных терминов, ближайшим часом проведутся обо крупенных культур, врачих и проса. Параллельно у господарках района ввязется техагляд корма нарыхтовчей техники, якая ближайшим часом выйдет у палим на заготовку сенажу. Але есть СВК, где уже приступили до нарыхтовки зеленых кормов. Катерина Абина-Досюк расскажет. А зимую Сурепицу у СВК Гродинске убирают на сенаж. Это будет первая закладка зеленых кормов у господарцев в этот сезон. Практику высевания и нарыхтовки такой ранней культуры, как Сурепица, тут выкористовывают на протягу 10-ти годов. Его опыт себя оправдывает. Дякуючи высокому утриманию у траве белка и цукру, уже ближайшим часом пожилный зеленый корм трапить на стол живёля. Это поле 106 гектаров, всего 150. Считается, что как волокогонная культура, это самая ранняя из всех кормовых культур, которые идут на заготовку кормов. За холодные весны, отначают у господарца, а зимая Сурепица свой потенциал реализовать целком не смогла. Однако, не глядя на это, 800 тонн сенажной массы из этой культуры тут нарыхтовать плануют. Скашивание мы производим в середину цветения, даём подвялиться массе до влажности 65%. Оперативно, максимально сжатые сроки, убираем массу в траншею. Простые тыдни зеленая масса трапит у кормушки до иных остатков, а поле после Сурепицы займет кукуруза, якая так само будет нарыхтована, как корм. Специалисты у господарца отзначают, рештки Сурепицы сделают глибу больше рыхлой и дозволят областись без органичных угноений. Таким чином будут забеспечены добрые умовы для выроживания кукурузы. Азимая Сурепица – промежуточная культура. Сеем мы её на полях, отдалённых от животноводческих комплексов, так как нет возможности подвести туда органических удобрений. Поля Азимой Сурепицы после себя оставляют большое количество растительных остатков, хорошо разрыхляют почву, в общем является отличным сидератом. В околе шоу господарка Хродинских районов с перших укосу плануют нарыхтовать каля 120 тысяч тонн травянистых кормов. Так будет забеспечена планка у 28 центнеров корму на умовную голову живёлы. И тут на перший план выходят пытание якости нарыхтованной зелёной массы. Менавито гэтый аспект специалисты личатся одним из головных в забеспечении эффективности вытворчасти молока. Дарычи, менавито за Хродинским районом застаётся позиция лидера у республицы у гэтой сферы. Сёба яровых у Грудинской области проведена на 300 тысячах гектаров. Игэта амаля 85% от площадь у отведенных по дадзиной культуры. Такую оперативную информацию проводит Министерство сельской господарки и Харшаванье Беларуси. Так, на 12 мая яровые зерневые и зернебобовые урагиюне посеяны на 162 тысячах гектарах. У гэтым лику таксама кукуруза, грачиха и проса. Игэта 97% от плана. Яровый рапс пасеяны на 89% площадь, кукуруза на 77%. У Грудинскім регионе уже завершена сёбаальна доугунца и посадка бульбы. Работы выкананы на площадь у 6 тысяча 330 гектаров и 3 тысячи гектаров отповедна. Палявничая спортивная, богазовая и выключна с дозволу правоохоуных органов. Правилы набытя и корыстания зброей у Беларуси жорстко регламентованы законом. Проверенная гадами система, означая супрацовники милиции, дозволяя эффективно отсушивать, хто становится уладальником потенциально небеспечных предметов. Нават при невеликих сумненнях у законопослухмяности человека у праве набытя зброи ему будя адмауліна. На полицях специального магазина у Гродня поливничая амуниция. Камуфляжные оденья, ножи, стрельбы. Набытя пошни мая права далёк не кожный. Кабы отримать дозвол на крыстание поливничей зброей, человеку необходно пройти досконалую шматозруненную проверку. Прежде чем получить оружие, есть определённая процедура. Гражданин обязан пройти медкомиссию. После прохождения медкомиссии он только может обратиться к разрешительную систему за получением разрешения для права хранения и ношения оружия. Но это ещё не всё. Прежде чем стать охотником, надо пройти обучение. После этого сдать экзамен. Права хоуцы подкресливаются. Звычайный гражданин можно набыть только некольких видов зброи. Готый список межаваны и доклад накреслены законодавством. В соответствии с законодавством Республики Беларусь, гражданам допускается нахождение собственности только лишь гражданского оружия, которое соответственно подразделяется на оружие самозащиты, спортивное и охотничье оружие. Данное оружие предназначено только для использования по целевому назначению. Что касается оружия самообороны, то допускается оборот без регистрации и получения соответствующих разрешений в качестве оружия самообороны газовых баллончиков, электрошокеров и газовых револьеров и пистолетов. Что касается газовых револьеров и пистолетов, данное оружие приобретается по разрешениям удаваемых органами внутренних дел. На сегодняшний день у приема не зарегистровано звезд 10 тысяч одинок сброи и холодальники на особливом улику милиции. И на подробный проступок в биографии человека, позволяя его шансов отримать новый або продолжить и с научи дозвол. По словам правоохоуцу, такая система контроля практически выключает вероятность, что поливничая зброя або карабин трапят в руки подозронного человека, а на законных владельников зброи одразу складаются обвязки. Порушение правил использования тягнет администрационную або криминальную отказность за нуляванием, выдаденных дозволом. Жахары Принюмане, як и инших регион Украины, смогут поудельничать у проекте по вылучшению иммунитету супраць коронавируса. У его рамках необходимо сдать кров для доследования на антителы до COVID-19. Анализ биологичного материала дозволит оценить популяционный иммунитет насильництва. Запись на тестирование уже стартовал. Тестирование будет бесплатным. Записы ведется у электронном выгляде, зарегистроваться и пройти анкетование онлайн можно на сайтах Министерства Аховы Здоровья, Управление Аховы Здоровья Аблвы Конкама, территориальных центров гигиены и эпидемиологии, а так само любой из городских и районных поликлиник. У Гродня три пункта сбора материалу размещены у поликлинице номер 7. Плануется, что удельниками доследования останутся полторы тысячи жахаров нашей в области. Отбор ведется программой с уликом узросту и инших нюансов. Проведенный анализ даст махчимость отримать наибольшь докладную и усеобдымную картину популяционного иммунитету насильництва супрыць COVID-19. Створение безбарьерного сяродзя для людей с инвалидностью – один из праоритетных накерунков социальной политики державы. Головная задача, якая стоит спира специалистами профильных ведомствов – поменьшение у вынику ликвидации незрочностей, с якими сутыкаются люди с замежеванными махчимостями, да прикладу у городе, те у своей квартиры. Так, у Гродзенской области проживая каля 63 тысячи людей с инвалидностью, деля яких и зуделом яких, ведется планомерная работа по створении доступного асяродзя. Усе подробязности у рубрацы комментарии дня. Значимое для всех наших людей с инвалидностью – это, конечно, и создание безбарьерных следов, которые большое внимание уделяется не только в Республике Беларусь, но и в Гродненской области. Ежегодно утверждается ряд объектов социальной инфраструктуры, которые в первоочередном плане необходимо приспосабливать безбарьерной средой для лиц с инвалидностью и для детей с инвалидностью. Только за 2020 год различных объектов культуры, образования, социальной защиты, объектов торговли было приспособлено безбарьерной средой. Это 123 объекта. Это больше на 28%, нежели было запланировано религиональным нашими мероприятиями. Ежегодно порядка 100-120 объектов всегда приспосабливается. Поэтому, если говорить на последнюю пятилетку, то порядка 500 различных объектов социально значимые были приспособлены безбарьерной средой. Я хочу сказать, что и в 2020 году большое внимание уделяется приобретению низкопольного транспорта для людей-инвалидов, для людей-колясочников. Всего в прошлом году было приобретено 5 низкопольных автобусов. И в целом хочу отметить, что удельный вес низкопольного транспорта в автопарке Гродно и Гродненской области составляет 40,5%. Всего у нас в области действует таких, если можно так выразиться, 319 автобусов и троллейбусов. Ежегодно проводятся при реконструкции, ремонте дорог, проводятся мероприятия, которые направлены на понижение, скажем, для людей с инвалидностью, для людей с ослабленным зрением. Это понижение бордюров, укладывание тактильной плитки. В том числе устанавливается на светофорах и звуковая сигнализация. И в частности по всей Гродненской области в прошлом году были выполнены работы по устройству 38 тротуаров, 162 пешеходных переходов и 8 светофоров были оборудованы звуковой сигнализацией. Вообще на остановочных пунктах общественного транспорта, уже в частности города Гродно, устанавливается электронное табло. В Гродненской области и в каждом регионе Гродненской области города Гродно работают комиссии и советы. Комиссии либо советы по проблемам инвалидов и советы по решению вопросов по обустройству безбарьерной средой. Надо сказать, что решаются конкретные задачи конкретно каждого человека. Либо обустройство пандусом какого-то конкретного дома многоквартирного в городе Гродно, либо в других городах, городе Лида, городе Новогрудки. Конкретно под каждого человека, конкретно под каждого инвалида. Да, конечно, мы еще в Республике Беларусь не достигли того уровня, который, безусловно, мог бы помочь человеку беспрепятственно везде передвигаться самостоятельно. Но, тем не менее, за последние пять лет, за последние пять лет действия государственной программы сделано очень много. Профессийное научение кадров под потребы конкретной голеницы и вытворчасти – приоритет для установов среднеспециальной эдукации региона. Один из прикладов – Гродинский лицей-будовников номер один, на базе якого ведется научение по 12 интегрованных специальностях. Самая новая – монтажник технологичного обсталевания и связанных с ним конструкций, по якой все лета отбудется первый выпуск. До слова, таких специалистов не рыхтует ни в одной инше установа не только в области Аллеи Республики. Працовать на вышине ДСЧ со зварочным аппаратом. Специалистов такого класса до недавнего часа не рыхтовали во все Беларуси. Гродинский профессийный лицей-будовников номер один стал первым, який открыл научение по специальности монтажник технологичных обсталеваний и связанных с ним конструкций. Решение, каже, керавництво было стратегичным, бо минавито Гродно дозволил снять проблему недохопу таких высококлассных работников для айчинной промысловой голени. Эти предприятия обведут работы по Республике Беларусь, ну и могут выезжать за пределы Республики Беларусь, а в основном монтируют производственные цеха и оборудование, которое поступает на эти цеха. Ну и устанавливают, естественно, оборудование, монтируют фундаменты к оборудованию и до пуска этого оборудования в строй. У нас идет широкое развернутое строительство и везде нужны молодые специалисты, которые своим задором, своим умением даже могут что-то внести новое. Помимо установок и предприемствами наладжено тесное взаимодействие, суместно распроцовываются планы и программы, организуется навучальный процесс. Специалисты с вытворчеством ведут занятки, а это значит, что необходимые веды и навыки молодые кадры переймают непосредственно от профессионалов, плюс шмат практики. Таким чином с лицея выходит высококлассный специалист, сдольный со старта у лица у вытворчий процесс. На основе договора между предприятием «Союзпромонтаж» и нашим учебным заведением мы начали готовить таких вот специалистов. И в этом году будет выпуск первых этих специалистов. Что отрадно в этом направлении то, что учащиеся проходят и производственное обучение, и практику именно на этом предприятии. И уже 15 наших учащихся, целевые договора, которые заключили с этим предприятием, они уже будут точно уверены в том, что они придут на это предприятие, им будет предоставлена работа. У лица и будовников рыхтуют кадры по шести профессиях и 12 специальностях. Научение интегрованное. Дякую, чему выпускники отримовывают одразу некольких квалификаций. А значит, працы будут заусюду забеспечены. Яскравый приклад – Ягор. Место перед дипломной практики, якого станет и первым працовным. Я больше связан сейчас с мебелью. Я вот не по профессии, именно там, не в этом мебельщик сейчас такой, а столяр, станочник вот у нас. Эта профессия, квалификация везде нужна. В Гродницкой области, даже в Гродно много предприятий, можно везде устроиться. Поэтому это очень востребовано. На финише навыкшального года у будовнейшем лицее пройшло размеркование. Особливостью стала колькость заявок, яких все лето было больше, чем выпускников. У топе самых запотребованных – мулер, столяр, станочник, маляр, облицовщик, плиточник. И прогнозуемо монтажник технологичных обсталеваний и связанных с ним конструкций. Гродинский регион особливо цикавы для археолога у своей богатой королевской истории. А раскопки, які зараз ведутся параллельно с реконструкцией Старого замка у Гродня, уже не раз приносили цикавые знаходки, які поздней попауняли музейные коллекции областного центра. Минавито археологичные скарбы трапили у Центру Ваги на першую, после полуторагодового перепынку конференции, якая собрала у Гродня археологов, историков и доследчиков з усею Беларуси. Посуд в середня вече монеты Крывское городище, археологичные экспедиции, знаходки рымского часу. Тематика докладов оказалась вельми широкой. Гродинского региона отыщилась переважная колькасть выступлений. Своими навыковыми открытиями и меркованиями поделилась больше за 20 выбитных доследчиков з розных навушальных установов и музея Украины. Уже давно у Гродно не было таких конференций. Минавито делал упор робиться на археологию, что дорече дивно, потому что археологичная спадщина, да и вогули, историко-культурная спадщина, Гроденщина, она просто колоссальная, а в принципе мы с вами усе надзираем проблемы, які есть у темляку в городе. Именно это такие мероприемства дозволяют их подымать, вынаходят некие решения. Я спадюся, что мы с усими людьми, які тут присутничают, будем сопрационничать и далее, потому что это вельми выбитные доследчики упов на свою голене. Банально для консультации по неких вырабах, альбомах, чема неких проектах. Еще ж таки музей наш историй религии, а ты мне меньше археологичная коллекция у нас складает великую колькость агульного объема знаходок, поэтому вось такий диалог у тым великую прасконференцию вельми важны. Ну и безумно, это ночью отыграет для дальнейшей деятельности музея. Гэта вельми-вельми добра, коли такое навыковое житё у кожной сферы отбывается не только у столицы, а и у великих городах, а у городни для гэта гамается, напомню, один из самых великих у республицы потенциалов, гэта натуральна, и университет с отпаведной кафедрой, и целых два великих музеи с такими значными археологичными коллекциями. У Беларуси, в сравнении с усими суседними краинами, працуе вельми мало археологов. И другой аспект гэта – повеличение объема навыковых доследований, потому что есть у нас такая особливость, что опошним часом практически все працы проводятся у межных неких будовничьих, теористурацейных працев, ну, городню в этом сэнсе напомню один из вельми яскравых прикладов сёння, что основная работа ведутся параллельно с некими альбо новобудовлями, альбо працевыми рестурацейными, ях на замку. Гэта вельми цикава, гэта вельми важно, але проведение неких таких метанакерованных, спланованных и долготерминовых навыковых працев – ось гэта тое, чего беларуская археология сегодня не хапая, але гэта упешек, чему, конечно, пытание финансовання, и другое пытание – гэта пытание кадровая, нас мало. Ветеранов усё меньш гады бяруць сваё. Хто ясчэ знаме, як і сучаснікі, памятуюць, што загіну кужны трэці наш суайчынник. Вайна закранула усе сім'ї без выключэння. Свята перамоги – гэта і урачыстасть, і смутак, які прышоў у сім'ї. Светка у той вайны усё меньш. У той час яны былі юными і паўными сілаў. Многі з тых, хто дажыл до сёняшніга дня, і зараз полная аптымізму і сустракаюць перамогу. І не толькі ў гэта дні, дастойны павагі, пашаны і увагі. Ветераны, перамога – гэта ваша заслуга, яка выпакутавана на фронте у тылу. Саціяльна адказнацць недзержавного сектора экономіки – гэта не толькі падаткі дзержаві, але і прамыў дел да помога нашім людзям. Тому што мы усе перед пераможцами ў неоплатным довгу. Накануне праздника менчанка Надежда Клименкова традиціонно ждёт гостей. Труженица тыла в мае 43-го 14-летней девочке пошла работать на завод оптического стекла в Московской области. Военное предприятие выпускало броннестёкла для самолётов, смотровые призмы для танков. Работала наравне со взрослыми. И сейчас сохраняет бодрость духа. Это ж большое дело. Что ж, знаете, мы ж уходим. Вот я одна осталась. Всё ж уходим. А потом забудется всё это дело. Это ж забывать никогда нельзя. Война – это ж не какая-нибудь гульня там где-то, а это ж война. Столько людей гибнете, земелька эта у вся гибнете, и скотинка гибнете, и люди гибнут. Всё живое. Это же страшно. Вот мы ж отдохнули, смотрите, сколько уже, вот войны нет. Это ж уже поколение какое, молодую всё пошло. Надо стараться, чтобы дальше этого не было, чтобы не было этой войны. После войны Надежда Клеменкова переехала в Минск и посвятила жизнь белорусской железной дороге. 39 лет отработала на минской дистанции пути. Рабочим дежурным по переезду проводником дефектоскопного вагона. Награждена медалью за доблестный самоотверженный труд в Великой Отечественной войне. Железнодорожники регулярно навещают Надежду Максимовну с цветами и подарками. Обязательно в октябре на день рождения и накануне Дня Победы. В этом году вместе с коллегами в гости пришли представители компании «Дана Астра». Новый телевизор, цветы, внимание. Надежда Максимовна молодец, дай бог ей здоровья, держится. И такая же жизнерадостная, как в юности. Долгих лет вам здоровья. Телевизор – нужный подарок ветерану. Современные системы позволяют видеть мир новости. Их уже немного, и это тоже связь с миром. Будет новый телевизор и в Белорусском общественном объединении ветеранов, и чтобы посмотреть парад в этом году. Людям, кого лично затронула война, уже за 90 участвовать в массовых мероприятиях могут лишь единицы. Ветераны всегда, как говорят, радуются тому, что их видят, что их замечают. И в знак благодарности они свое, как говорят, отработают еще больше. На сегодняшний день, конечно, ветераны войны уходят с жизни весьма печально. Для ветеранов и членов их семей застройщик приготовил еще один подарок – существенные скидки на квартиры. О них расскажут в офисе продажа. Пусть так, что для самих ветеранах, у которых вопрос с жильем решен, это не совсем актуально. Но детям, внукам и правнукам это может быть важно и нужно теперь. На сегодняшний день ветераны имеют свое жилье. Не имеют жилья внуки, а может быть и правнуки. Таких действительно ветераны есть. Жить шесть человек, будем говорить, в двухкомнатной квартире, немножко неудобно. Компания «Дана Астра» – застройщик. Работает в Беларуси много лет. Тысячи семей с ее помощью обзавели собственным жильем. Компания понимает социальную ответственность перед соотечественниками, поэтому индивидуальный подход к каждому клиенту – ключевая задача. Если нужно помочь, то всегда делает шаг навстречу. Мы помним подвиг нашего народа. Наша компания хочет поздравить всех ветеранов с этим великим днем Победы. Мы помним ваш подвиг и глубоко благодарны за сегодняшний день в Беларуси. Слова благодарности героям Победы безусловно важны. Но еще важнее конкретные дела, которые могли бы сделать жизнь ветеранов чуть приятнее, комфортнее, интереснее. Новая квартира, которую можно передать детям и внукам, пожалуй, самое весомое наследие. Конечно, после главного завета любить родину искренне, по-настоящему. И об этом мы точно не забудем. И на этом наш выпуск завершен. Я развитваюся. Усяго доброго. Учать вер 13 мая у областным центру. Учакается пахмурный на дворье дождь. Раницы слупок термометра покажет, каля 12 градусов тепла, днем до плюс 13, а вечером до плюс 11 градусов. Ветер по дневу у сподни 24 метра за секунду. Атмосферный тиск 743 миллиметра ртутного слупка. Великотность поветра каля 74% у раницей 79 днем и 88% вечером. З улікам усіх метрологічных дадзіных, адшуваемая температура поветра на працягу дня будзе вагацца ад 8 до 10 градусов тепла. У районных центрах 13 мая на дворье будзе наступным. У Великой Бераставіцы каля 12 градусов тепла раницей, да плюс 13 днем и да плюс 11 вечером. Пахмурно, дождь. Ветер поуднева у сходні 24 метра за секунду. У свіслачі синоптыкі абяцаюць каля 12 градусов тепла раницей, да плюс 15 днем і да 11 с плюсом вечером. Пахмурно, дождь. Ветер поуднева у сходні 24 метра за секунду. У Волковыску із Эльве каля 11 градусов тепла раницей і вечером і да плюс 13 днем. Пахмурно, дождь. Ветер поуднева у сходні 24 метра за секунду. У Слонімі, Мастах, Чурчыне, Дятлаві і Карэлічах каля 10 градусов тепла раницей, да плюс 12 днем і да плюс 11 вечером. Пахмурно, дождь. Ветер поуднева у сходні 24 метра за секунду. У Лідзі і Ілве каля 10 градусов тепла раницей і да плюс 11 днем і вечером. Пахмурно, дождь. Ветер поуднева у сходні яху худкасть 24 метра за секунду. У Воронові і Ашмянах каля 10 градусов тепла раницей і вечером і да плюс 11 днем. Пахмурно, дождь. Ветер поуднева у сходні 24 метра за секунду. У Астровцы и Смархоне, каля 10 градусов тепла ранится и вечером, и да плюс 13 днем, пахмурно, дождь, ветер пауднево-усходный 2-4 метра за секунду. У Новогрудку, каля 9 градусов тепла ранится и вечером, и да плюс 10 чакается днем, пахмурно, дождь, ветер пауднево-усходный 2-4 метра за секунду. Сгодна с гисторой метаназираннеу, минимальная температура поветра, якая была зафиксована у Гродня 13 мая, 3,4 градуса морозу. Здарилась агета у 1978 годе. Максимальная температура поветра, зазначенная 13 мая у Гродня, 27,9 градуса тепла. Рекорд належит 1976 году. У районных центрах наихладней 13 мая было у Новогрудку у 2000 годе и у Ашмянах у 1999. Слубок термометра пустился до 2,4 градуса морозу. Найцеплей у гэты дзень было у Волковыску и Лидзя у 1996 годе. Было зафиксована 29,5 градуса тепла. Гемагнитная ситуация у четвер 13 мая будет довольно спрояльной. Сонечная активность не перевысить у зровню невеликой гемагнитных хваляванню. У заход солнца у 5,1,26 хвилин, заход у 21,16. Светлавы дзень у параунанні с сиратой павялічыцца на 4 хвилины и складе 15,1,50 хвилин. По месяцовым календары – молодый месяц. А докладней 13 мая у 5,1,7 хвилин пачынаецца трэці дзень месяцовага цыклу. Для гэтага дня характерна павышанная импульсивнасть, паспешнасть і неразважливасть. Таму лепш адкласті справы, які патрабуюць докладных і прадуманных рашэннял. Могуць абвастрыцца конфлікты памеж близкими людьми. Таму пажадана прыкласть ўсе намаганні, каб стрымаць агрысівны настрой. Йон може вельмі негатыўно адбіцца на міжасабовых адносінах. А лішак энергій левш патратіць на физічную нагрузку. Учаць вер 13 мая па народным календары Якуб, пра якога раней казалі. На Якуба, Грея, Люба, адзначаючы, што лето ўсе ближай. Па надворю гэты дзень стараліся прадказаць, якім будзе лето. Лічылася, што калі сонцаў заходзіць на ясным небе, то лето будзе сухім. Калі прасхмары прабіваецца, то дажджлівым. Каталікі святкуюць рухомы дзень ў календары, ў шэстя. Гэта азначна хрыстіянская свята, яку адзначаецца на саркавы дзень пасля Вялікадня і знамяноя узнясеня Хрыста на неба. Па православным календары 13 мая імяніны Василя, Яуфрема, Ігната, Максима і Мікиты. У каталікоў дзень анёла адзначаюць Андрей, Ян, Пётр, Марія і Роберт. Дзень анёла адз aggravантам. Дзень анёла адзай! Субтитры создавал DimaTorzok